это было настолько несправедливо по отношению к нему что я себе сказала все генук без меня и честно говоря я перестала после этого вас смотреть я понимаю мне сложно человека представлять себе просто как состоящего из двух цветов черного и белого и на войне и чубайс и вы и я намного сложнее чем просто черное или белое да конечно но есть вещи которые определяют человека очень мало людей которые способны пройти из точки а в точку б идти вперед добиваться своей цели это очень важная вещь весь вопрос в качестве вот в россии чудовищная элита это такое же дерьмо который вечно протянутой рукой и всегда готовы сдать не образованная корыстная вороватая без всяких идеалов чудовища ладно все равно так по поводу америки хочу завершить эту а там элита очень сильная но вы не правы пишем день маркина мы когда с вами договаривались об интервью у меня спросили николай вы уверены что вы хотите брать у меня интервью почему меня так спросили потому что меня у меня вызвало предельное раздражение ваше отношение к алексею навальному ваше интервью в которых вы напористо в интервью с юли латыниной в интервью с пархоменко вы напористо накатываете на навального меня это совершенно поразило я не увидела в этом знаете вот попытки расследователи журналиста разобраться что это за человек который готов идти на голгофу ради идеи это было какое-то поразительное такое похлопывание по плечу и обвинение навального совершенно ничем абсолютно необоснованное и честно говоря я перестала после этого вас смотреть потому что для меня я очень хорошо знаю алексея это было настолько не спричем я отлично понимающего можно любить это нормально политик не не любовница понимаете их не надо как любить как женщину как мужчина но это было настолько несправедливо по отношению к нему что я себе сказала все генук без меня понимаю но с вашего позволения сейчас точно ничего не буду говорить об алексея потому что не тот момент когда я бы точно хотел об этом говорить о нем вот при том что я искренне желаем у скорейшего освобождения здоровья и безусловно считают что что происходит сейчас колоссальной несправедливостью чудовищной стены на алексей навальный единственная сейчас надежда россии это единственный человек который способен противостоять путину у него у единственного есть яйца железные яйца протеста противостоять вот этой нечисти которая контролирует все основные ресурсы все банки все не всю энергетику весь газ всю нефтянку все остальные основные ресурсы страны он единственный у кого хватило сил и мужества бросить перчатку и не остановиться и он это сделал не только когда его убили а вы понимаете что его убили он 18 дней был в коме 24 в реанимации он очнулся и не узнал самого близкого себя человека на свете жену юлю он только чувствовал как он написал своем инстаграме что я чувствовал какие-то руки от них исходило какое-то очень что-то очень приятно только он не мог понять кто это но у навального есть все то чего нет у путина вот все что этот мелочный человек который сидит уже 20 лет в кремле все о чем бы он мечтал вот у алеши есть а у него нет он я представляю себе как путин смотрит на юли думает но почему почему вот эта изумительная красивая стильная женщина любит навального а не меня но самое главное что навальный просто понимаете вот есть ли политики от бога а историю делают индивидуальность вот он политик от бога он человек который умеет достучаться до самых разных страт населения не говоря уже о том о фантастическом просто личном мужестве он давайте навальный человек который абсолютно сделал себя сам я это наблюдала как он себя делал он себя сам образовал он себя сам научил он себя научил говорить он себя научил читать книги по-английскому когда он понял что ему катастрофически не хватает образования он все до вплоть до того что он приучил себя бегать потому что он ник у него склонность к повышенному весу ему надо было заставить себя это сделать он все время себя преодолевает он пишет все тексты своих расследований и он говорит же я не могу он перед какие-то ненавижу тебя понимаете прямо это и вот для меня было просто потрясением вычек тонкий я вообще очень понимаете человек который читает книги для меня это особая как бы каста людей потому что это совершенно это так сказать умение как бы погружаться в другие реальности человек который читает книги он думает понятно что это не то же самое что смотреть вот эту мелькающую там эту картинку и и поэтому ваши оценки навального это был для меня это был такой диссонанс с моим представлением и о вас и я подумал нет это это я просто не могу и не хочу разбираться откуда такая потрясающая несправедливость главное потом но вы просто не вы понимаете вы не составили для себя труда сделать домашнюю работу просто посмотреть как он эволюционировал посмотрите интервью откуда такая нелюбовь к человеку который никому не сделал на самом деле плохо не совершил подлости напротив очень открыто и честно ведет свою борьбу мне очень жаль честно вам сказать что что вы и вы себе это позволили понимаете вещь вы же понимаете ничто никуда не уходит да энтропии как таковой нет и где-нибудь в планковской длине волны в 10 минус 33 это все останется и мне кажется что что этот это та ошибка которую вам придется самому исправлять не я никто другой это сделать за вас не может недостаточно сказать знаете я ничего не буду сейчас говорить о навалина потому что значит его сейчас убивают он сидит абсолютно ни за что в тюрьме вот а весь мир не может понять и и и говорит секундочку мы наблюдаем то что мир наблюдал 2000 лет назад это недостаточно потому что это осталось в публичном интернет пространстве и это оскорбительно вот я была абсолютно оскорблена как для меня навалиным конечно друг коллега по оппозиции и человек который я просто много лет знаю я была совершенно оскорблена есть люди известные и когда-то они даже были вполне масштабными людьми они конечно очаровывают и их интенции их рассуждения их любви и нелюбви мы журналисты часто воспринимаем нам иногда не хватает так сказать независимости собственного суждения чтобы понять что от того что я не знаю там ходорковский когда-то был самым богатым человеком в россии это не значит что он был самым умным человеком в россии я очень хорошо отношусь к Михаилу Борисовичу но совершенно без всяких розовых очков поэтому или там анатолий Борисович Убайс был масштабной личностью вот все пиар вся первая половина 90-х он был конечно очень масштабным человек он человек который когда его ельцин изгнал из про из первого правительства с перед выборами 96 года он уезжал из правительства на своем жигуле и это была чистая правда это была не поза но к сожалению чубайса оказалось также легко сломать как и многих других а чубайс периода путина это просто абсолютный пиздец простите меня великодушно это такое такое для меня личное невероятное разочарование я просто не могу даже понять как человек который вошел в историю как один из создателей частой собственности капитализма в россию мог себе позволить он же может просто молчать понимаете алексей кудрин все это время находится во власти и при этом это же несравнимые репутации но ведь чубайс был единственным человеком который не побоялся пойти напрямую разговор с тем же навальным хочу-то бояться бояться может быть особенно и нечего но другое дело что никто из руководителей там госкорпораций даже мыслись такой такой не было ни у кого он взял пошел знаете это из той же серии как вы знаете брежнев разговаривает с рейганом и говорит у нас на красной площади каждый может прийти к рейган вот это из той же самой серии что вы меня хотите вытащить политическое поле явно не пойду я знаю и очень многие хотят и с одной стороны и с другой стороны а я это претензий отвергаю я в политическом поле 25 лет вот туда куда вы идете алексей анатольевич я оттуда и я очень хорошо знаю как там что устроено поверьте и очень хорошо понимаю как она работает как она не работает только мне это неинтересно я не хочу этим заниматься не фантастически интересен не знаю вы знаете в день маркан ладно я вопросы пока отлажив в сторону мне сложно человека представлять себе просто как состоящего из двух цветов черного и белого я не могу так себе мне кажется что человек любой человека и на войне и чубайс и вы и я намного сложнее чем просто черное или белое да конечно но есть вещи которые определяют человека и есть вещи ради которых нельзя нельзя понимаете придавать свои идеалы почему вот например в отношении там чубайса но теперь это общеизвестно что он был одним из тех кто вместе с верой миллиончиковой создал первый московский хоспис потом на протяжении многих-многих лет по моему по сегодняшний день очень активно в этом участвует создает работает это огромное количество тоже там сил отнимает и времени почему не не этот поступок например является для вас определяющим там в чубайсе его политически там высказывает об этом совершенно нормальность поступок очень богатого человека я знаю очень богатых людей и многих их знаю николай которые создали свои большие деньги не с не всегда самым правильным путем и которые дают деньги на много дают деньги на благотворительность создание определенного имиджа конечно им очень интересно понимаете им хочется думать о том как о них будут писать когда их не будет они очень об этом заботятся есть те кто заботится действительно серьезно а есть кто пытается отделаться легким испугом знаете человек уровня чубайса в российской федерации должен был бы не хоспису давать деньги а он должен был работать против той власти у которой триллионные были доходы в десятые годы от нефти и газа невероятные совершенно деньги то что называется windfall profits прилетела из воздуха то что когда эти цены на нефть были совершенно невероятные 110 120 долларов за баррель и так далее и которой не удосужилась вложить деньги в хосписы вообще в здравоохранение вот он должен был бороться с этой власть а он с ней не бороться знаете почему потому что было очень удобно быть главой рост на на получать замечательные деньги бог с ним меня не интересует сколько он заработал он ведь не пошел когда-то мы с чубайсом переписывались я помню и он мне года писал как то что я об этом писал это открытая вещь что я хотел бы быть директором бензоколонки смысле что он хотел он хотел бы уйти и сделать свой бизнес он никогда не ушел никогда не оторвался от матки государства и не создал своего бизнеса понимаете ну единственное что на это я могу возразить вы сами сказали о том что он уезжал на собственном на собственных жигулях это было в 90 даром и вот собственно тогда происходило первое чуть даже раньше создание первого хосписа московского миллиончиковый и он тогда уже собственно в этом во всем первым человеком который откликнулся на это и не было никакой в этом позже много раз проекта кого-то ну в разные разные оттенки совершенно а что вы думаете о людях которые возглавляют государственные театры сейчас я ничего не думаю по сути это театральная среда среда очень эклектичная это люди которые редко бывают политически заточено ну как ну вы же не будете сравнивать там я не знаю миронова и чубайс правда это люди которые находятся в разных мирах понимаете таким как чубайс счет особый он был человеком за который вот который очень мало людей которые способны пройти из точки а в точку б вот чубайс был из тех редких людей которые был способен и при всех его недостатках которые были хорошо известны так он человек который был способен идти вперед на уме а то вот идти вперед добиваться своей цели это очень важная вещь и очень важно когда за тобой люди идут у тебя есть определенная ответственность за тех кто за тобой идет я когда защитилась в городском университете и мы переписывались с анатолием борисовичем и он мне написал фразу жени а кто же будет бороться за за демократию в россии ну примерно так я через месяц была в россии я совершенно серьезно как и чубайс абсолютно серьезно об этом писал понимаете когда надо нельзя и это вот отлич отличие масштабной личности а так вот вот случайно выплыл значит наверх исторического гребня ты несешь ответственность за людей которые за тобой пошли несешь а что вы подумали о григория алексеевича явлинском после того когда он написал письмо вот последняя я давно ничего не думаю про григория алексеевича явлинского я с григория алексеевича явлинским говорила году примерно в 2005 или 2006 говорила по поводу ильи яшина и алексея навальдова я ему говорю криш ты с ума сошел зачем ты их начал травить ты же можешь всем говорить у меня в яблоке я вырастил таких двух замечательных молодых политиков илья яшин и алексея навальна это было то время когда они ко мне приходили дома каждый вторник послушай это же это же твой успех что они теперь собирают значит площади помоги наоборот поддержи григорий алексеевич явлинский не терпит ни одного талантливого человека рядом с собой это человеку который была колоссальная ему природа отдала очень много и он все это спустил в туалет чубай себе может записать в актив то что он создал частную собственность в россии неудачно прямо скажем это сделал как мы теперь понимаем но это второе он он хотя бы попробовал но смотрите гима а у явлинского были бы несколько вариантов попробовать и каждый раз он пугался вот вы сказали мне о том что есть поступки может быть ошибки которые будут тебя преследовать всю твою жизнь они никуда не исчезают они остаются в этом пространстве явлинский вы же прекрасно тоже знаете помните во время первой чеченской войны ездил в чечню куда привозил торговался там и просто пытался освободить из плена русских солдат привозил сюда и гробы и кого-то и живых еще даже смог привезти потом было покушение на сына григория ксича яблинского я хочу сказать о том что есть поступки они могут быть ошибками а могут быть не ошибки могут быть поступками которые тоже заслуживают того чтобы оставаться в в истории и вот в этой реальности никого я писала из первой войны в чечне да и со второго да безусловно я никогда не видел там регулировать сечи в линску я видел многих разных людей там в разных местах я знаю как борис немцов собирал подписи за за прекращение войны ему это стало стоило поста преемника ельцин я знаю как против войны боролся борьба я знаю как у новой газеты был слава богу по моему с ним все он по-прежнему жив полковник измайлов замечательно я узнаю да который просто герой нашего времени и неполковник только майор майор ну я могу путать я прошу потрясающе потрясающе ну я знаю что это большая звездочка 1 майор не с лапой больше не генерал да это нет это я умею я умею как раз вот этот раз он ездил вы и вытаскивал оттуда где он мне об этом рассказывал тогда не стоит честно вот явлинский совершенно не стоит того чтобы его обсуждать все это человек который у которого была ему природа господь бог дал так много и он все это евгений марк ничего нет важнее знаете вот я все время вспоминаю особенно когда все это стало происходило с алёши в последние месяцы вот у кеннеди была эта потрясающая фраза когда он выступил сказал не спрашивай что америка может сделать для тебя спроси что-то ты можешь дать для америки вот и я про себя узнать потover не поверите коллег как бы ни вот по-русски она звучит ужасно пафосного вот я себе я все время повторяю этот вопрос не сказать что россия может сделать для тебя спросить себя что россии что ты можешь сделать для россии вот григорий алексеевич явлинский все время задал вопрос Что? Что Россия может сделать для него? Что Льельцин может сделать для него? Что Чубайс может сделать? Все остальные могут сделать для чего? Он ни разу не сумел себе задать одного простого вопроса. Что ты можешь сделать для России? Вот Навальный, который сейчас голодает, сегодня 22 дня он голодает. Вот Навальный, который голодает в одиночке и К-3, где дикая сырость и от этого кругом комары, которые кусают человека, у которого уже просто не руки, а висюльки. Вот он отвечает на вопрос, что я, Алексей Анатольевич Навальный, могу сделать для России. А Явлинский никогда, у него никогда не хватило мужества себе задать этого вопроса. Поэтому не хочу, нету такого политика и нет для меня такого человека. Недавно вспоминал о Таврическом воеже Екатерины Второй. Она отправилась в Крым в 1787 году. Государственные дела никто не отменял. Путешествие длилось около полугода. Поэтому ей пришлось взять с собой около трех тысяч придворных, свиты, помощников и так далее. Денег было потрачено огромное количество. А теперь представьте, насколько более дешевым, комфортным и удобным можно было бы сделать это путешествие, если бы у Екатерины был ноутбук-трансформер HP NVX 360. Даже привыкшая к роскоши Екатерина оценила бы премиальный внешний вид этого девайса. Стильный и полностью металлический корпус приятно трогать. А мультисенсорный экран можно повернуть хоть на 360 градусов. Кстати, можно еще и работать со стилусом. Для разных задач есть много разных портов. USB Type-C, USB Type-A, HDMI и разъем для карт памяти SD. Ноутбук довольно компактный, но при этом очень шустрый и легкий. Всего 2 кг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К тому же он работает автономно 11,5 часов. Как раз дорога от Бахчисарая до Симферополя. Ну и все максимально приватно. На камере шторка, а микрофон отключается кнопкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь к функционалу. В одном из писем Екатерина восхищается красотой Севастополя. Я даже себе не представляю, какие чувства она бы испытала, если бы прикоснулась к шестиядерному 7-нанометровому процессору AMD Ryzen 5. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он идеально подходит для ресурсоемких офисных приложений, для потоковых трансляций в 4К, а также для редактирования изображений. Чтобы не быть голословным, мы протестировали ноутбук в программе CPU-Z. Как вы видите, все более чем хорошо. Отклик на ноутбуке и правда фантастический. Вы можете купить ноутбук HP NVX 360 в онлайн-магазине KNS от 72 тысяч рублей. Не сомневайтесь, он точно станет вашим фаворитом. А все подробности мы оставили по ссылке в описании. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Представьте себе, что вы прыгаете с яхты в бушующий океан. Вас подхватывают волны, кружат, топят. Это то, что происходит с людьми, когда они оказываются в реальности, в подлинной реальности. Реальность жестока. Она не собирается придерживаться высоких правил. Она стремится задушить и уничтожить высокие порывы, благородные побуждения. Но это не значит, что ей надо уступать, капитулировать перед ней. Надо идти до конца всегда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я был поражен абсолютно, Евгений Маркин, когда умер Гейдар Джемаль, и вы пришли на вечер его памяти. Он был вашим абсолютно политическим оппонентом. Во-первых, почему вы туда пошли? Ну да, давайте с этого начнем. Во-первых, отношения с людьми не исчерпываются только политическими взглядами. Меня попросил выступить на вечере памяти Гейдара Джемаль, его сын Архан Джемаль. Еще живой. Тогда еще живой. Тогда автор The New Times, хотя это был как раз уже тот период, когда он себе позволил невозможные высказывания по поводу геев. Архан. Да, Архан. И я сказал Архан. Это невозможно. Либо ты должен, вы, естественно, я со всеми на вы, либо вы должны четко дезауировать свои гомофобские взгляды, либо я просто не могу себе позволить вашей фамилии появления на страницах журнала. Но Архан меня попросил приехать, я приехала. Мы действительно с Джемалем, у нас были очень разные политические взгляды. У нас очень были разные взгляды на конфликт на Ближнем Востоке. При этом мы всегда друг друга поддерживали. И когда у Джемали начались обыски абсолютно бессудные, и его стали обвинять в исламовском экстремизме только потому, что он человек, исповедующий ислам, это была совершенно невозможная вещь. Ну как? Ну как можно гнобить человека, потому что он исповедует ислам? Я исповедую иудаизм. Вы, так я понимаю, христианин. Это что? Если мы с вами там разденемся, то мы ведь, в общем, все сделаны одинаково, Коля должна вам честно признаться. Вы видели голую женщину, я видела голого мужчину, да? Значит, вы представляете себе, да? Да. Поэтому, и конечно, и когда у него были проблемы, я его как могла поддерживала, и звонила там разным людям и так далее. Когда мне Максим Шевченко звонил и говорил, Женя, у него опять обыск. Я шла на Эхо Москвы, я говорила об обысках. У Гидара Джемали я там и так далее. И когда у меня какие-то возникали проблемы, Гидар мне звонил и спрашивал, Женя, могу чем-то помочь? Ну как это? Нормально. А среди нынешних, ныне живущих вот таких политических оппонентов, с людьми, с которыми вы политически разошлись однозначно, есть люди, которые вызывают в вас уважение? Да у меня люди, у которых есть яйца и способность противостоять режиму, вызывают уважение вне зависимости. А те, кто не противостоят режиму? Из тех, кто не борется с нынешней властью? Есть, конечно. Я их не буду называть. Почему? Потому что я боюсь им плохо сделать. Ну перестаньте, а что ж так вот это? Например, Алексей Кудрин. Мы друзья. Мне кажется, мне хочется думать, что мы... Знаете, я всегда говорю, Алёша это Навальный, Алёша это Кудрин. Потрясающий совершенно стоик. Кудрин? Да. У нас на многие вещи, касающиеся нынешней российской власти, совершенно иногда противоположные взгляды. Он просто работает в этой власти все эти годы. Да? Да? Хорошо. Я бы предпочла бы... То есть я не могу сказать, что я предпочла бы. Я точно знаю, я могу вам сказать одну вещь. Вот был, помните, кризис 2008-2009 года. Россия чудовищно его прошла, хуже, чем абсолютное большинство стран мира. И тем не менее, то, что мы не скатились в кризис по типу 1998 года, когда все грохнулось, это спасибо Кудрину, который способен был противостоять нефтяному лобби и который создал вот эти фонды, эти кубышки. И что только о нем не говорили, и что только не верещал Леонтьев и прочая нечисть и так далее. И тем не менее, Кудрин это... Понимаете, для меня очень важно, что человек понимает концепцию общего блага. Это очень важная вещь, что человек понимает, что есть вещи, которые важнее, продвинешься ты по службе или нет. Кудрин, ведь он мог стать давно уже премьер-министром, но у Кудрина есть представление вот об этом общем благе. Понимаете, есть вещи, которые важнее нас. Безусловно. Это благополучие твоей страны, например. Безусловно. Это очень важная вещь. И для человека, который находится в политике... Согласен. Ведь проще всего быть, понимаете, обывателем и не заниматься ничем, кроме... И тоже, слава богу, я очень хорошо отношусь к обывателям. Но... Так что есть, наверное, и какие-то другие люди, которые либо были во власти, а есть люди, которые меня совершенно просто... У меня вызывают дикое разочарование. Вот я вам приведу пример. Опять, конечно, вы понимаете, Николай, что то, что сейчас происходит с Навальным, не просто заполняет мою голову. Это такое... Мне чудовищно больно думать о том, что они с ним делают. Понимаете? Когда-то мы же были близкими... Например, Боря Немцов. Мы же были близкими друзьями. Мы с ним были знакомы с 1987 года, когда я приехала в Горький, а он работал в лаборатории моего очень близкого тогда друга, профессора Ерухимова. А Боря у него работала в лаборатории. И вот с того времени мы познакомились, я приезжала в Горький, в Нижний, когда он там был губернатором и сидел у него, там, писала что-то для своей диссертации и так далее. А потом, когда выложили, слили ФСБшники прослушки их разговоров там с Гудковыми и так далее, где, значит, Немцов говорил, надо альбат, это дура альбат, что пусть она перестанет, чтобы такой там пиарить Навального. Вот примерно. И я с ним перестал разговаривать. Не потому что он говорил, знаете, там, кто-то по Навального, а потому что я считал невозможным. Мы друзья. Как ты можешь так обо мне говорить? Так что, понимаете, у нас могут быть очень разные взгляды. Очень разные взгляды. Но когда вот я вижу, как буквально несколько дней назад Груза опубликовала письмо руководителей различных некоммерческих организаций, включая Мняву, значит, дома мы с Маяком известны, Лида Мнява и так. Замечательное письмо. С простой интенцией пустите врача, которому он может доверять. Это же очевидная вещь, да? А в этот же день в Сундунах фонд фондов, в котором руководят люди, к которым я очень хорошо отношусь. Они там проводили, значит, вечеринку, они гуляли. Они как бы вот... Ну, в том числе для того, чтобы собрать благотворительные деньги вот для этих фондов. И я, знаете, я так охладываюсь, я думаю, какое-то элементарное человеческое чувство, какое-то простое сострадание должно было бы остановить. В тюрьме умирает безвинно осужденный человек, для которого вопрос, что ты сделал для России, является абсолютно принципиальным. а вы в это время, вам это не мешает. Вы на хороший добрый вечер, они собирают, конечно, деньги, на том, чтобы помочь всем этим НКО. И я думаю, какое же поразительное... Вот у людей совершенно нет представления о нравственности, о морали. Элементарное нравственное чувство не позволяет. Или даже если вы не можете отменить эту тусовку, а там были люди, к которым я очень хорошо отношусь. Ну, хотя бы вы ее не пиарьте потом в социальных сетях. Ну, сообразите, ребята, это же стыдно. Одна из базовых вещей для душевного равновесия – это рутина. Когда у тебя есть режим сна, понятный график и четкий список дел, тревожность отступает. Но у слова «рутина» есть и негативная коннотация. Якобы это что-то, что надоедает и раздражает. В этот момент я вспоминаю, что к рутине можно относиться как-то по-другому. Например, как к ритуалу. Ведь ритуал даже звучит иначе. Ритуал – это что-то для себя. И мой главный утренний ритуал – это сделать себе чашечку кофе. Я пользуюсь автоматической кофемашиной Philips 5400 Latte Go. Здесь есть 12 видов кофе. Вы просто нажимаете на кнопку, дальше она все делает сама. Мы же говорим о ритуале, о том кофе, который любите именно вы. И специально для вас в меню можно указать параметры всех видов кофе. Крепость, объем, количество молочной пенки. И зафиксировать в одном из четырех профилей. Таким образом, все члены семьи смогут пить тот кофе, который искренне любят. И это будет настоящий ритуал. За этой кофемашиной очень легко ухаживать. Ну вот, например, капучинатор Latte Go, который сделал нам такую красивую молочную пенку. Он очень прост, состоит всего из двух съемных элементов. Камера кувшин, в которой молоко, и канал подачи молока. Собирается и разбирается буквально в одно движение. Никаких мелких деталей, трубочек. Самое главное, мыть можно. Хоть руками, хоть в посудомоечной машине. У меня есть любимый сорт зерен Robusto. Сейчас я сделал с ними капучино и попробую. Да, все еще люблю эти зерна. Отлично получилось. В общем, переходите по ссылке в описании. И заказывайте для себя кофемашину Philips 5400 Latte Go. Чтобы и в вашей жизни были настоящие ритуалы. Можно я про вас поспрашиваю? Ну, давайте. Кто были ваши мама и папа? У меня чудесные были мама и папа. Расскажите. Мама у меня была актрисой. Она играла очень долго. Она сыграла свой дипломный спектакль в театре Вахтангова 22 июня 1941 года. Ничего себе. Да. И она ушла во фронтовую актерскую бригаду. Потом эта бригада стала третьим фронтовым театром, которым руководил великий режиссер Юрий Завадский. Ну, вы, конечно, знаете… Я читал. Из книжек знаю. Вы знаете. Завадский был главным режиссером театра Массовета. Он был великий совершенно режиссер, актер, бабский угодник, любовник и так далее. И мама играла у него в театре. Она играла на Волховском фронте. Она входила с передовыми частями в Сталинград. У меня есть фотографии, где мама стоит на сбитом Мессершмите. Они давали концерт. И мама мне рассказывала, я ее записала. Я, слава богу, успела маму записать. Она рассказывала, как вот она вышла в бархатном платье с открытой спиной. «Сталинград, пустые зорницы домов, убитые несуществующие. И везде солдатики». И она говорит, я стояла, смотрела на это и плакала. Мама… Потом мама вернулась, пришла к Охлопкову. Был другой замечательный режиссер. Он потом возглавлял театр Маяковского. И он ей предложил сыграть этюд. «Представь себе», – сказал он. «Вот там, за ширмой, умирает человек, которого ты любишь больше жизни. Сыграй». Она играла у Охлопкова, потом она играла в театре Гуголя, который потом… Гуголь-центр, да. Да, мы с Кириллом это потом… А потом у мамы был туберкулез, и Юлий Борисович Левитан позвал ее… Видимо, на Волоховском фронте, они жили в этих… в окопах там. У нее цинга там была. Ну, видимо, она там подхватила туберкулез. И он… А мама подрабатывала тогда на радио, тоже в радийных спектаклях, которые были… Телевидение уже не было никакого. И он ее отправил на Кумыс. А когда мама вернулась, он ей сказал, «Леночка, переходи к нам». И мама сначала пыталась совмещать театр и радио, а потом уже, когда в 1951 году они познакомились с отцом, в дом отдыха Воронова, в 1952-м родилась Таня, они заплатили штраф за то, что у них родился ребенок без брака. Сталин был еще жив, представьте. А потом… ну и дальше уже мы с сестрой, мы близняшки. Так что… Это мама. И мама работала на радио. Она замечательная, очень красивая была женщина. А… Когда папа умирал, он говорил маме, «Ляля, чем больше я живу, тем больше я тебя люблю». Я ей ужасно всегда была благодарна за то, что моего отца, которого я обожала, она сделала счастливым человека. Он умер очень рано, он умер в 1980-м году. Ему было 60 лет, он умер от четвертого инфаркта и четвертого инсульта. Папа, когда ему был 21 год, он был студентом Института связи, Московского института связи. И началась война, и он, конечно же, пошел в военкомат. И там, конечно же, сказали, что… А тогда студентов еще не брали. Но папа был альпинист, и папа был спортсмен-коротковолновик. Вот на морзянкой, ну вот это вот умел. А, ну понятно, там быстрее, да. Да, он на радио умел. И он вообще был спортивный, очень красивый, у него такой потрясающий торс. И папу забрали в разведшколу. Это был июль 41-го года. Две недели он был в разведшколе. Ему дали легенду. Папа, ну, еврей, естественно. Значит, ему дали легенду, что он Григорий Басилия, грузин. Что у него расстреляли, большевики расстреляли отца, у которого была фабрика. И вот он, Григорий Басилий, дождался прихода немцев, чтобы к нему уйти. Дело в том, что альбатцы – сефардские евреи. И папа мой был довольно темный. Вот. То есть евреи, которые пришли из Магриба. Альбатцы вышли когда-то там в первом веке из Иудеи, жили в Марокко, потом в Испании, ну и так далее. И папу 5 сентября 1941 года прошутировали на оккупированную немцами Украину. Он шел 600 километров до Николаева, где у него была явка, я везде там была. Я даже себе представляла, как вот этот мальчик, еврейский мальчик, уже бабий в яр случился. Уже убиты все евреи Украины. Как вот он шел среди немцев. Он ни одного слова не знал по-грузински. Папа рассказывал, что... А в Николаеве была явка, и у него был напарник. Все, что я о нем знаю – Николай. Я вообще все это узнала очень коротко. Только в 96-м году я написала тогда начальнику Главного разведывательного управления. Да, значит, он был... Это было Главное разведывательное управление Красной Армии тогда называлось. И о том, что он Марк Альбат знали только в Ставке Южного фронта. И самое было потрясающее, что когда он переходил фронт, он должен был давать донесения о передвижении немецких войск по Украине, то возница, папа рассказывал, который его встречал, говорил, ты же жид. Ты жид же. Ну, украинцы, конечно, мгновенно увидели. Послушайте, все-таки жили моя бабушка из Штетеля, Деражния в Кмельницкой области. Это там рядом с очень известными, со святыми для хасидов местами, такими как Умани, Меджибыш и так далее. Так вот, и в это время в какой-то момент в Николаеве стояли румынские войска, румыны, и папа был в каком-то ресторане, с ними пил, и тут к нему подошел грузин и начал с ним говорить по-грузински. Папа знал одно слово по-грузински – «Ара». Нет, «Ара». И он вот рассказывал, что он говорит, я ему говорю «Ара-ара». Он переходил фронт в ночь в Новый год, с 1941 на 1942 год. Они переходили фронт, попали под собственный огонь, судя по всему. Николая убило, папа перебил обе ноги, папа дополз. У него была гангрена обеих ног. Он не дал ампутировать ноги, хотя бабушке в эвакуацию, Евгений Самов, я названа в честь бабушки Женя, пришло письмо о том, что Марку ампутировали обе ноги. Марку кое-что ампутировали, там часть ступни, но он не позволил, как он говорил, не сказал хирургу «Я не хочу, лучше умереть». Потом он вернулся, еще вернулся на фронт, но у него открылись раны, и в 1943 году его отчислили, как было сказано в письме, которое я получила в Главном разведывательном управлении, в 1943 году он был отчислен из рядов ГРУ РКК. Дальнейшая судьба неизвестна. Дальнейшая судьба папа была, он закончил институт в Москве и начал работать в институте радиолокации Акселя Ивановича Берге. И с того времени папа стал абсолютно секретным человеком, потом он работал в ней десять. Он занимался системами наведения на баллистических ракетах, которые взлетали с подводных лодок. Узнала я об этом, когда я работала в Архангельске, в Архангельской области, первая моя газета. Я поехала писать репортаж в Северодвинск, это 43 километра от Архангельска. И я оттуда папе звоню и говорю, папа, ты знаешь, что я нахожусь на заводе подводных лодок? А в Северодвинске самый большой завод подводных лодок. Папа говорит, да, я там часто бываю. Ну вот. Но папа был очень секретный, как все они. Поэтому в Москве на улице Королёва, тоже сейчас называется улика Королёва, тогда была Третья Останкинская, было построено это, вот если вы едете в сторону телевидения, да, телецентра, по левую сторону стоят дома. Они были построены в 61-м году, это была Третья Останкинская. И там как раз вот дом, в котором мы жили, это был все дом ракетчиков. Их отселяли подальше от центра, потому что они не должны были... Ну, Асенович, папа не должен, ему нельзя было встречаться с иностранцами. Поэтому там для того, чтобы приехать на мамин юбилей в ресторан ВТО, он должен был получать разрешение. Ну и все там, Борис Викторович Рашунбах в нашем подъезде жил. Вот там, я не знаю, там Чертог, другой генеральный конструктор у Сергея Павловича Королёва. Сергей Павлович рядом жил совсем. Вот. А вы внешне на кого больше похожи? На папу. На папу? Угу. Мы с папой были очень близки, потому что я приходила, я была такой ботаник же абсолютно, я же в очках ходила, я родилась с косоглазием. И поэтому я до 13, у меня 8 лет мне делали операцию, и я ходила, знаете, с заклеенным глазом. Ну, представляете, этих уродов детей. В советские годы не очень выглядело это. Не очень это выглядело, а плюс это же такая нарушенная координация и так далее. И я сняла очки только в 13 лет. И поэтому я была боя, я все время читала. Я ходила, читала я, я все время читала. И вечером, когда я приходила там откуда-то, я шла к отцу, вот, садилась около него, и мы с ним разговаривали. К сожалению, в 80-м году, в 80-м году папа убер. В Москве похоронен? Да. Ну, где? На Донском, естественно. В Крематоре, на Донском. Еврейское же кладбище. На нем построили дом 24, где генсеки жили. Это же было еврейское кладбище. И на этих костях они построили себе дом. А евреев, кости их, кто не увез, перенесли на Донское. И там было, так называемое, еще одно Новостряковское кладбище. Ну вот, папа, мама там. Я хотел вас спросить про ваш диплом. Про учебу не буду спрашивать. У вас диплом, почему я вам с самого начала предложил поехать снимать программу в ДКЗИЛ? Потому что у вас история русского конструктивизма через литературу, архитектуру и театр. Я думаю, как будет замечательно. Ему и тут вот последний памятник конструктивизма. Почему такая тема? Или это вам сверху там, ну в смысле, кто-то посоветовал просто, или вы сами так? Галина Андреевна Белая, вам что-нибудь говорит эта фамилия? Очень знакомая фамилия. Это был абсолютно великий. Значит, факультет журналистики МГУ никогда не учился, во всяком случае, в советское время, никакой журналистики не учили. Потому что там была теория партийно-советской печати. Это был... Но при этом там были фантастические совершенно преподаватели, профессора русской литературы. Был такой Эдуард Бабаев, который читал 19 век, гениальный абсолютно. Была Кучборская, которая читала античку. Татаринова, которая читала древнерусскую литературу. И была Галина Андреевна Белая, профессор Галина Андреевна Белая, которая читала первую половину 20-го века. Это все группы, это футуристы, это акмиисты, это конструктивисты. И, конечно, это группа Перевал, полностью почти расстрелянная группа Перевал. Первую книжку я прочитала, группа Перевал, это уже был там... Горбачев, по-моему, уже пришел к власти. Значит, понимаете, и вот она читала это. Я ее обожала совершенно, Галина Васильевна. Я дважды прослушала, на самом деле, курс лекций ее. И самое главное, что к ней можно было приехать домой. Она жила на юго-востоке, на юго-западе, извините, Москвы. И она позволяла копаться в ее библиотеке. И вот там я у нее впервые открыла для себя Беленкова, Тынянов. Потрясающая совершенно книга Беленкова. Знаете, Юрий Беленков, который писал трилогию. Он написал о Тынянове книгу, как о человеке, который стал попутчиком власти. Об Олеше книга, как о сдаче и гибель советского интеллигента Юрия Олеши. Это потрясающее совершенно исследование вот этих интеллигентов, которых я терпеть не могу, которые вечно с протянутой рукой и всегда готовы сдать. И третью книгу он должен был написать о Солженицине. Беленков провел в лагерях, его арестовали, по-моему, в 1937-м. Он в лагере написал антисоветский роман, так и назывался. Почти полностью Вертухая уничтожили. Он потом, когда вышел, он что-то вспомнил и так далее. Он был гениальный совершенно человек. И вот третья его книга должна была быть о сопротивленцах, о Солженицине. Но он, к сожалению, погиб в автомобильной катастрофе, уже будучи профессором Ельского университета. И вот я впервые у Белой прочитала Якобсона. Потрясающая у него есть серия статей о революции и художниках. Как художники приняли революцию, а революция их отвергла и стала ставить, значит, из Папья-Машье, значит, страшные эти статуи и так далее, и разочарование Маяковского, и дикий совершенно кризис футуризма, и конструктивизм, который создавал новый язык, ужасающий совершенно, и театр, понимаете, и, конечно же, ну немногие издания, которые там, ударник там, который мы можем в Москве все-таки что-то увидеть. И мне казалось это безумно интересным. Ну вот, и Галина Андреевна мне, когда мы с ней обсуждали, я же собиралась, я же не собиралась ни в какую журналистику идти. Ну да, странный переход такой. Я хотела, нет, я собиралась заниматься литературной критикой, и мне было это очень интересно. И Галина Андреевна, вот она мне предложила писать диплом, и я писала диплом, но я хотела идти, конечно, в аспирантуру, но у меня же пятый пункт, евреи же были существа низшего ряда в определении их в классификации советской власти. И мне совершенно честно заведующий кафедры сказал, что Женечка, ну вы должны понимать, что с вашей фамилией мы вас взять не можем. Хотя я была, я же лучше меня на факультете журналистов не учился никто. Отличница? Не просто отличница. У меня была одна четверка на госэкзамене по научному коммунизму. За пять лет обучения была одна. На госэкзамене по научному коммунизму. И у меня не было красного диплома из-за этого. Но у меня не было ни одной, я всегда шла на всех экзаменах. Я шла первой, я никогда не готовилась и так далее. Я училась. Но это была обязательная вещь. Я вас хочу вот о чем спросить. В 89 году вы получили золотое перо России или Советского Союза. Просто надо понимать, что ведь золотое перо, часто я вообще даже не знаю, что существует или нет, но получить в Советском Союзе золотое перо, тем более лет-то там вам было... Тридцать. Мне было уже много. Ну это же чокнуться можно. Вот как это так получилось? Ой... Это даже мое некоторое расстройство, должна вам сказать. Почему? Я получила золотое перо России за серию репортажей, которая называлась «Репортер получил задание родить». И репортер задание... Мне Катя моя рассказывала про эти легендарные заметки. То есть там про то, как найти одежду для... Беременных. До сих пор ходят легенды вообще про эти материалы, что это вообще снос башки. Но это действительно, понимаете, это же была проблема, потому что советская власть не была в курсе, что у женщины растет здесь и здесь. Да. И поэтому... И надо было найти одежду, которая бы натягивалась и здесь, и здесь. Да. И об этом я... Я написал... И когда я с этим... Я написал первый репортаж. А, мы сидели... Значит, было какое-то собрание, приехал какой-то хер из ЦК КПСС, и нам... А я же писала о КГБ. И нам в очередной раз вставляли, значит, по самое «не могу» за какие-то очередные, в том числе, там, у меня был какой-то материал. И мы, значит, сидим, и Егор... Я сильно беременна. И Егор Яковлев, который был, он очень умел эти игры играть, он говорит, «Женька, давай-ка выступи». А это же было совершенно «macho society», вот как сейчас, да? Совершенно... Это было общество мужского шовинизма. Поэтому бабы это все было... Но когда они видели беременную с большим шовинизмом, они ужасно пугались. Они же не знали ни что такое быть. Они же никогда не видели, как женщина рожает. Они... Для них это была мистика. Они что-то такое там сделали, а потом вдруг у них появляются дети. Ну, я понимаю, вообще, для мужчины трудная, конечно, концепция. Значит... Не, я-то... Я пятому ребенку, ну, уже научился соображать. В смысле, я-то уже подразобрался немножко. И Егор мне говорит, «Давай, ты выступи». Ну, я, конечно, выступил. А что там? Выступить. У меня живот вот так вот. И, значит, этот цыковский человек просто в ужасе, совершенно... Женечка, не волнуйтесь. Женечка, а как я ездила на машине? Гаишники меня останавливали. Я так вытаскивала свой живот из своей девятки, из-под руля. И они говорили, ой-ой-ой, только поезжайте дальше. Поезжайте дальше. А вот. Я так получала документы в Главной военной прокуратуре. Я просидела там почти всю свою беременность. Они, потому что они, эти вояки, когда они опять, они говорили, «Мы вам все найдем». Я говорю, «Как нету там? Вы мне обещали». И тут, значит, я почти готова расплакаться. И тут, конечно, какой-нибудь генерал Провоторов говорил, «Нет, нет, Женечка, только не волнуйтесь. Сейчас вы только не волнуйтесь, вы тут садитесь, мы вам все дела сейчас принесем». И все было закрыто, естественно. Ну вот. И, короче. И Егор мне говорит, «Слушай, надо тебе что-нибудь про это написать». Я говорю, «Давайте я напишу, что такое быть беременной». И он придумал это. Репортер получил задание родить заголовок. Я написал первый материал, а потом я рожала. И оказалось, что 62-я больница была, роддом. Значит, не было ни врачей, не оказалось. Значит, не было пеленок. И, значит, самое главное, что после родов оказалось, что в роддоме нет ни одного душа и ни одного беды. Поэтому надо было… Значит, я не буду входить во все эти… Но я и каждое утро входил в палату врач и говорил, «Роженица, кому что?» Я говорила, «Можно мне душ?» Он мне говорит, «Вы знаете, что душа в нашей больнице нет». Каждый четвертый родившийся ребенок в Советском Союзе умирал. Каждый четвертый? Каждый четвертый. Или умирал, извините, не умирал, а получал разного рода побочки. Извините, конечно, не умирал. А тогда еще начался СПИД. Это же был ужас. А у них не было одноразовых шприцов. Одноразовые шприцы были только в четвертом управлении Минздрава СССР для Минкулатуры. Ну вот. И, конечно, я после этого написала репортаж на эту тему. Голованов мой умолял меня него не публиковать. Это было очень слышно. По тем временам сложно себе представить такой доступ в личное пространство. Невероятно. Ну и потом мужики их же не пускали тогда в роддом. Коль, представьте себе, что мы рожали, а даже не было принято об этом говорить. Ты мужу не рассказывал, потому что это как-то что-то нехорошее с тобой происходит. И в этом Голованов просто... Он говорил, я прошу тебя, послушай, ну зачем ты все... Я говорю, ну послушай, Слава, ну с этим надо что-то делать. Я получила, по-моему, что-то порядка 15 тысяч писем. В основном от мужиков. Это были просто мешки с письмами. Потому что советские мужики не представляли себе, что их наследники рожаются вот в таком кошмаре. Ну вот. И вот мне тогда дали в 89-м году вот эту премию. Ну потому что я вела в советский лексикон слово безгальтер. Никогда в Советском Союзе не было не только секса, но не было ничего с сексом связанного. Соответственно, там было изделие баковской фабрики, с которой можно было только использовать для хреновухи спирт носить. Ничего больше они... Значит, ничего не было. И в том числе это все было... Они же были все такие невероятные моралисты. Поэтому слово безгальтер нельзя было употреблять в советской прессе. Я впервые вела это в оборот советской печати. Короче, я думаю, что ровно поэтому мне дали золотое перо. Хотя мне было очень обидно, потому что я уже написала там кучу материалов по КГБ. И, конечно же, мне казалось, что если за что мне имело смысл давать, так это именно за это. Ну вот, вот так. А к тому моменту, собственно, с... То есть вот ваша книжка, она же вышла в 90-е годы, получается, КГБ? Книжка КГБ сначала в 90-м году ее читала еще из Мюнхена, Радио Свобода. Ага, вот так вот. Потом в 91-м году ее опубликовали немцы. Ну нельзя было... То есть а готовили вы ее уже вот в конце 80-х? Да, конечно. В том числе в виде некоторых статей. И она вышла в январе 92-го года, она вышла в Москве. И весь первый тираж 50 тысяч экземпляров скупила Лубянка. Блин, вот тиражи были. Это были мои лучшие читатели. Они меня все знают. Так до сих пор, наверное, весь тираж там. Она же на русском не переиздавалась. Нет. Ни разу мне не удалось ее переиздать. А пытались? Да. А сейчас пытаетесь? Ну я сейчас уже не пытаюсь. У меня вышла же и следующая книжка. Она вышла уже... Она вышла в 95-м году в Соединенных Штатах. Потом пошла по миру. Вот. Она переведена была и на французский. Она никогда не была издана по-русски. На русском языке нету ее. Никогда. Никогда. Чокнуться можно. И она перерасовалась в разные издательства, в том числе самые прогрессивные. Так. Сейчас немножко дальше. Я просто потом к персонам к некоторым обращу. Сейчас хочу просто по фактам. Сейчас. Я хочу вот о чем вас спросить. Вы очень недолго, но были экспертом при Конституционном суде по делу КПСС. Это был очень короткий период. Собственно, что там происходило? Как эксперт, вы чем занимались в данном случае? Дело в том, что в 1991 году, после неудачного переворота, меня включили, она называлась комиссия по расследованию деятельности КГБ в перевороте. Это была комиссия, которую выполнял Степашин. Заседала она в кабинете бывшего начальника второго главного управления КГБ СССР Глушко. Было все очень смешно. И все это продолжалось вплоть до того, как Ельцин не принял решение, что ничего с КГБ, никакой иллюстрации не будет. А очень уважаемые люди выступали. Умные, даже не уважаемые, умные люди выступали. Решов, например, мы очень с ним дружили. Вячеслав Селыч Иванов. Да, я считаю, что это трагическая ошибка, конечно. Что не было иллюстрации? Что не было иллюстрации, конечно. И я написала тогда свое особое мнение. Меня оттуда турнули. Потом была еще... Ну, в общем, была разная комиссия. Но это давало мне... Одно время давало возможность сидеть в архивах КГБ. И это было потрясающе вообще. Они тогда... Они были абсолютно убеждены, чекисты, что сейчас их будут вешать на фонарях. Они бегали за мной. Они считали, что я практически просто Ельцину рассказываю, как делать с КГБ. Моя книга была уже известна. Ее, естественно, она ходила сначала в списках, там, после... И так далее. Значит... И они ко мне, значит, все бежали и говорили, хотите, мы дадим вам материал. И тут назывался какой-нибудь известный демократ. А я же идиотка. Я говорила, нет. У нас будет специальная иллюстрационная комиссия. Это надо делать все по закону. Должен быть принят закон. Мы не будем... Они же уносили в портфелях дела на своих стукачей. Их же было, я не помню, 19 градаций стукачей. У меня было отдельное... Совершенно я делала расследование по теневому штату КГБ. Это совсем отдельная вообще история. И они носили. И практически, так сказать, очень многие люди, которые были известны тогда и в межрегиональной депутатской группе, причем первые имена, они были, значит... Они были среди тех, кто поставлял регулярную информацию 5-му управлению КГБ СССР. Идеологическая контрразведка. Филиппу Бабкову. Собственно, поэтому Гусинский его и взял работать. Себя. Вот. И тогда, значит, началось это дело КПСС. И меня пригласили туда в качестве эксперта давать, именно давать экспертизу по взаимоотношениях между КПСС, в которой, конечно, не была партия, а была форма управления государством, и КГБ. И это было совершенно замечательное время, потому что на даче в Архангельском были свезены огромные... Рассекретили под этот процесс очень много документов. Это потом стало 69-й коллекцией, часть которой потом при Путине опять засекретили. А тогда рассекретили огромное количество документов. И я сидела на этой даче в Архангельском, где вот готовились эти вот... готовился процесс по делу КПСС. Федотов, там был Шахрай, Макаров, адвокат Макаров, который сейчас возглавляет... Депутат Госдумы. Да, и возглавляет бюджетный комитет. И я сидела и читала документы. Это было великое время. Я обожаю документы. У меня вообще... У меня начинает все просто дрожать, когда... Когда документы... Да. Много интересного прочитать? Очень! Очень! Ну самое что-нибудь, расскажите. Ну, послушайте. Ну, это невозможно. Не выбрать. Ну, все было интересно, как это... Это я об этом потом написала вторую книгу. Понятно. Ну, вот. И так что... И я давала эти показания. И коммунисты сидели сзади меня, значит, в зале Конституционного суда и, значит, стучали. Там был такой Симага. Потом он стал миллионером. Значит, они стучали и кричали, что вот я хулю, значит. А я просто рассказывал о том, что они творили с собственной страной. Причем это же ВЧК сразу в 18-м году. Эта организация была создана именно как инструмент борьбы с инакомыслием и инструмент репрессии и насилия. Сразу, изначально. Было же огромное количество документов, где товарищ Ленин, значит, рассказывает, что стрелять. И дальше идет перечень всех партий, которые входили в учредительное собрание, значит, которых надо расстреливать и так далее. С самого начала. Это была специальная служба. У нас никогда не было специальной службы. И сейчас нету. Это всегда была политическая полиция, которая, задача которой была борьба с инакомыслием, защита головки, значит, первых лиц страны, неважно это диктатор Сталина или, значит, корпоративное государство, которое сегодня существует в России. И это было так все. Ну вот, и я, собственно, давала показания. Да. И ничем это все не завершилось. К сожалению. Да. Я вас хотел, вернемся немножко назад, спросить о нескольких людях, о которых вы сейчас начали у себя, вы там пишите, разбираю архивы и так далее. Я там увидел несколько фотографий, просто о которых я хотел спросить. Борис Борисович Петровский, какое на вас впечатление произвел? Я же была научной журналистом, вообще я по первой профессии научный научник. И в основном я писала о физике элементарных частиц. Но был великий фотограф Валерий Гендеротто. Я работала в неделе. Я не могла работать корреспондентом, потому что евреев не пропускала отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС. Моя должность называлась секретарь отдела писем. Написала я о науке. И вот приходит Гендеротто и говорит, поедем в Питер, напишем о Петровской. Мы поехали с ним в Питер. Был зумно и интересно. Он меня водил по Эрмитажу. И я с ним сделала большое интервью. Мы с ним ходили по такому почти ночному Эрмитажу. Он мне рассказывал, как было в Эрмитаже во время Великой Отечественной войны, как они все это прятали. Это вообще потрясающая история спасения, конечно, Эрмитажа вот этими сумасшедшими музейщиками, которые спасали. Да, невероятно. Невероятно. Я недавно только прочитал несколько книг на эту тему. Это, конечно, чудо просто какое-то. Так. Я маму тогда с собой взяла, потому что мы пошли, естественно, в БДТ, в Товстаноково. Ну а как? Если ты ехал в Ленинград, мы же из Москвы ехали в Ленинград смотреть Товстаноково. И мы, конечно, пошли в БДТ к Товстаноково. Что смотрели? А я сейчас не помню, кстати. Я не помню. Надо посмотреть записные книжки. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Мы с ним очень дружили, с Дмитрием Сергеевичем. Мы с ним вообще очень много разговаривали. Он мне очень много рассказывал о Соловецком лагере, где он сидел, о блокаде, о каннибализме во время двух блокадок. Мы очень-очень много с ним разговаривали. Это никогда не вошло ни в какое интервью. Но то интервью, которое я с ним делала, я с большим трудом, я не могла его нигде напечатать. Вот нигде не могла, хотя боялись печатать его. И потом был небольшой период. Была такая газета «Советская Россия», в которой был небольшой период оттепели. И мне удалось опубликовать это интервью. «Совраска». «Совраска», совершенно верно. Там был короткий период, когда там пришел очень хороший главный редактор, и вот была какая-то такая оттепель. И Володька Яковлев, кстати, тогда там работал, сын Егора Яковлева, создатель коммерсанта. Вот был Дмитрий Сергеевич Лихачев. У меня было несколько таких пожилых людей, я очень люблю пожилых людей, с которыми мы просто… Борис Викторович Раушенбах, я о нем тоже писала, я о нем повесть написала еще тогда, и очень много. И я приезжала к нему в больницу, академию, когда он лежал в больнице. Это первый человек, с которым мы начали говорить о Боге. Абсолютно серьезно. Поразительный совершенно. Вот это от гений. Борис Викторович Раушенбах – это гений. У меня есть одна цитата ваша замечательная, из другого вашего интервью, которых у вас, кстати говоря, не так много, но, по крайней мере, видео точно, где вы беседуете с супругой Чубайса Дуни Смирновой и с Татьяной Толстой. Вы им сказали, что если бы не было нужно зарабатывать деньги, то вы бы занимались только тем, что читали Библию и комментарии к ней. Да, я бы ушла в Есшееву. Это они выкинули эту фразу. Нет, в Ютюбе все есть. Я смотрела. Вы знаете, что это интервью не вышло? Знаю, оно так и подтетровано. Теперь мы можем все посмотреть. Хотя они меня долго-долго уговаривают. А замечательное интервью, кстати, говорю. Дать это интервью, да. Да, мне очень понравилось. Я вас вот о чем хотел спросить. Вот сейчас, когда, конечно, смотришь на то, что происходит вокруг. Я-то чуть-чуть совсем под 90-е помню телевидение 90-х. Ну так, что я там видел. Тем более у нас там ничего не показывало в глубокой провинции. Но я помню по разным поводам, когда собирались журналисты с разных телеканалов в одной студии, печат, там журналисты пишущие, в том числе радиожурналисты. Чаще это были печальные поводы, например, как убийство Листьева или еще что-то и так далее. И туда приезжали высшие чины от власти. Вот как вы это... Вот что для вас это было... Как бы это сформулировать даже? Вот отношения журналиста и человека из Кремля, там, высшего чиновника и так далее. Вот как это можно описать? Как это было в 90-е? Ну мы были абсолютно четвертой властью, конечно. Абсолютно четвертой властью? Они боялись журналистов? Они... А вас это не портило? Я не знаю, послушайте, но... У меня было счастливое положение. Во-первых, я была независимым журналистом. Я не получала деньги ни в одном, ни у одного олигарха. Это мне позволяло... А как, давайте так, если пунктирно, вот ваша карьера в 90-е, вы работали, значит, «Известия», потом «Московские новости», потом... Нет. Я работала в неделе. Это воскресное приложение в «Известии», меня никогда не взяли. Это воскресное приложение «Известий». «Известий». Да. В 86-м году я ушла к Егору Яковлеву. Егор создавал «Московские новости», и я вот вошла в этот первый круг, который создали первые русские «Московские новости». Не было же «Московских новостей» по-русски до этого. В 92-м году я ушла из «Московских новостей», и у меня было фэллошип в Гарварде. Потом я писала для «Известий» Голимбиовского. Я никогда не была в штате. Я писала для «Известий». Для «Известий». Для «Известий». Да. Ну, новая позже гораздо появилась. Слушайте, новая появилась уже после 96-го года. Мой первый материал там был, как раз по своей очереди, был о Лужкове, «Примерит ли что-то такой мэр Москвы шапку Мономаха». После чего... Ой, там была гениальная история. Расскажите. Значит, в российской журналистике есть понятие «пустить зайчика». Когда ты знаешь совершенно четко, ты знаешь, у тебя есть фактура, но ты ее не можешь еще опубликовать. Либо потому что твой главный редактор боится это опубликовать, либо потому что судебные иски совершенно непонятных... Особенно, когда касалось Лужкова, что выиграть против мэра Москвы судебный иск в Москве был нельзя. И, значит, в этом большом-большом очерке, который Дима Муратов долго-долго, значит, мучительно публиковал, я написала о том, что в окружении мэра Москвы много людей из криминальных структур. И какой-то идиот в пресс-службе Лужкова пишет в «Новую газету» письмо. «Мы требуем предоставить данные, документы, значит, кто в окружении Юрия Михайловича Ружкова из мафиозных структур». А у меня все готово. У меня полный список. Сходка была мафиози, восточноевропейских мафиози во Флоренции, в Италии. И у меня полный список, кто в каком номере жил. Умар там... Умар Джабраилов один из... Он тогда... И так далее. И я пишу... Вы спрашивайте, мы вам отвечаем. Это называется «пустить зайчика». Да, гениальность. Это было совершенно... Это было очень смешно. Я получила абсолютно удовольствие рассказать им, кто у них с какими бандитами в какой стране, как связано. Там были такие фамилии, как Могилевич и так далее. Там были все первые лица восточноевропейской мафии. Ну вот, я, значит, Юрий Михайлович... Но я никогда не работала. Почему для этого было важно? Потому что мне никто не мог сказать, написать что-то. А это уже было время, когда средства массовой информации покупали разные олигархи и использовали в качестве инструментов борьбы друг с другом или политического давления. Поэтому, например, с тем же «Коммерсантом», я делала для них большие полосные интервью. Они были специальными. Я проводила расследования и использовала и расследования вставляла в вопросы. Но... И отдавала им. При этом никто из... Главный редактор «Коммерсанта», а я работала только с главными редакторами, не мог мне сказать, сделайте интервью Жене с тем-то. Мне нельзя было сказать. Я говорила, я сделаю с этим, с этим, с этим. Они мне платили 2,5 копейки, но меня это не так тогда волновало, потому что я работала на американский «Ньюсвик», делала расследование. И поэтому я зарабатывала деньги, я... Но у меня с «Ньюсвиком» была, например, договоренность, что если я делаю какое-то расследование, я почти одновременно это публикую, например, в «Новой газете». Или я делала... Большое я делала по ФИМАКО, такой поток, как уводили деньги, полученные от МФ, в офшоры. Офшор был знаменитый ФИМАКО. Я публиковала это, скажем, в «Коммерсанте». Ну, вот так вот я и, собственно, и жила. Но я же еще в промежутке делала Грэдску в Гарварде. И при этом еще, значит... Ну, это был сумасшедший дом тогда. Я вас хочу о двух людях спросить. Вы их сами уже одного упомянули, одного я уже тоже как-то упомянул. Есть замечательная программа. Кто не видел в YouTube, я очень рекомендую посмотреть. Программа «Час-пик», которую ведет Влад Листьев, а вы там в гостях. Листьев, какое впечатление на вас производил этот человек? Каким вы его вспоминаете? Я его знала значительно раньше, потому что Влад приехал, когда я опубликовала вот эту серию «Репортер заданий выполнил», Влад для «Взгляда» приехал к нам... Мы с Голованом, у нас же не было жилья в Москве, мы жили на даче в Переделкино. И Влад приехал делать со мной интервью для «Взгляда». У него тогда только что умер ребенок. И для него это была какая-то совершенно такая чумовая тема. И мы очень тепло друг к другу относились. И потом, когда уже Влад стал такой знаменитый, вот и он меня там позвал на «Час-пик», мы очень хорошо друг к другу относились. Я помню, что когда он начал делать эти какие-то подтяжки, я написала в «Известиях», что ли, какую-то заметку на тему, что ну что такое, ну зачем передирать подтяжки Кинга? Ну что, Влад, ты не можешь придумать что-нибудь своего? И он на меня обиделся, он говорит, «Женька, я даже не понял, а что ты на меня?» Ну солнце мое, ну нельзя подтяжки. Взял и содрал все это у Кинга. «Ты что, сам не можешь, я приду?» Ну вот он, да. Но я его совершенно не знала, знаете, вот уже период его такой мощи, такой, когда он был безумно знаменитым, я его совершенно уже не знала. Ну давайте еще о двух тогда спрошу. «Живы» и один и второй. Дмитрий Муратов, вот как у человека получается все эти годы возглавлять газету, которая все эти годы находит на самой передовой вообще, на самой передовой? Вот что он за человек вашими глазами? Ну Димка друг, мы с ним иногда очень хорошо выпиваем, с ним хорошо выпивать. Лучше было только с Черкизовым, потому что Черкизов был гей, поэтому я знала, что он меня поставит под душ, уложит в постель и при этом не надругается над пьяным телом. Он был моя подружка. Дима человек, который, мне иногда кажутся его компромиссы избыточными, и тогда мы перестаем с ним общаться. Но при этом я думаю, что, знаете, когда нам тогда в Нью Таймс влепили этот страшный штраф в 23 миллиона рублей, я вот хорошо помню свое состояние, ко мне пришел мой адвокат, он доходил по квартире и говорил, ну это заберут, Евгений Марков, ну это конечно тоже заберут. Ну было же, а я генеральный же директор, я отвечала всем своим имуществам, это потому что это долги, так называемые, первой очереди, долги государству. Ну квартиру, да, тоже скорее всего заберут. И я помню, как я что-то лежала и думала, ну у меня нету никакого выхода, просто никакого выхода у меня нету. И в общем так я вполне серьезно думала, что, наверное, придется как-то кардинально решать вопрос собственной жизни. И вдруг, и в этот момент раздается звонок, звонит Муратов и говорит, Альбац, я тебе дам миллион. Я же знала, что новое всегда было трудно с деньгами. Он говорит, знаешь, мы тут поговорили, я тебе дам миллион, начинай собирать деньги. И мы действительно за 96 часов мы собрали все 20, мы собрали 27 миллионов тогда. При этом самый большой был перевод от человека, которого я не знала. 600 тысяч рублей. Нет, потом еще Женя Чичваркин прислал миллион. Но никто из моих богатых и очень богатых друзей, миллиардеров, ни один из них не помог. 18 тысяч человек перевели деньги. 18 тысяч человек. Это было невероятно. Так вот, и я Димке, конечно, потом эти деньги вернула, естественно, и все. Но это дорогого стоило, потому что, во-первых, я бы даже не начинала собирать воду, потому что я просто представляла, я думала, что это сделать невозможно. Мне все говорили уезжать. Мне писали разные, значит, люди. Они говорили, Жень, ну ничего не остается, надо эмигрировать. Надо эмигрировать, потому что... Про второго не буду спрашивать, что-то раздумал. Не хотел. По поводу Америки. Там огромная история. Я так хочу с другой немножко стороны подойти. Вы там учились, вы там работали, преподавали во всех главных американских вузах, какие только можно себе вообще представить и по-прежнему преподаете. Я тут на дыбл просто читал недавно, так случайно вышло, книжку недавно выпустили у Розанова. «Итальянские впечатления» называется. И там мне было очень интересное его размышление. Василия Васильевича Розанова. Понятно, что делаем скидку на то, что это было написано там сто лет назад. Но стать следующая, я вас просто попрошу ее не то чтобы откомментировать, но вот как-то поразмышлять вслух, что вы об этом думаете. Значит, он пишет следующее. Европа, как и Азия, в конце концов побеждаются Америкой. Американизм есть принцип, как классицизм, как христианство. Америка есть первая страна, даже часть света, которая, будучи просвещенную, живет без идей. Она не имеет религии, иначе как в виде религиозности частных людей и частных обществ, не имеет в нашем смысле государства и правительства, не имеет национальных искусств и науки. Даже нельзя сказать, чтобы она имела нацию, ибо Соединенные Штаты не есть национальный организм, подобно России или Германии или Испании. Вот это-то существование без высших идей побеждает и едва ли не победит, и едва ли не победит христианство, как христианство некогда победило классицизм. Так что вместо ожидаемого страшного суда, которого так боялись апостолы и рисовал его Микеланджело, «Наступит длинная вереница буфетов, в своем роде некоторый хелиазм. Буфет Вифлеем, буфет Фивы, буфет Рим, буфет Москва с отметкой около последней. Поезд стоит час, ресторан и отличная кулебяка». А он был в Америке? Он был в Италии в этот момент и размышлял об Америке. А он был когда-то в Америке? Нет, нет. Это вот то, что русский человек? По-моему, не был. Может, я вру, но по-моему, не был. Есть такой Виталий Третьяков, который не говорит по-английски, но бесконечно, значит, рассказывает, какая ужасная страна Америка. Вот это все, как правило, эти люди, которые никогда не были в Америке, не говорят по-английски, не читают. Значит, дальше дьюти-фри не ходят, но они точно знают... Ну, это ж такое очень вольное-вольное размышление. Он не претендует совершенно на это. Вот просто такой вот. Ну, во-первых, просто смешно об этом говорить, но в Америке, как вы хорошо знаете, потрясающая культура. Писательская культура, послушайте. Вся появилась после Розанова уже. Ну, наверное, ну нет, ну не вся, конечно. Ну, просто сейчас вот PBS, это Public Broadcast Incorporation, общественное телевидение, они сделали фантастические пять серий о Хемингуэе. В мое время, у меня мой первый муж, он себя, знаете, вот, он представлял себя Хемингуэем, ходил с трубкой. И я, естественно, наизусть прочитала тогда четыре тома черные. Помните, четыре? Ну, вы не помните. Четыре тома черные Хемингуэя, я их всех здесь прочитала. Я их видел наверняка, да. Ну вот, это был Хемингуэй, Ремарт и Бёрль. Это были три столпа советского интеллигента, которые, значит... Хорошие писатели-то. Хорошие. Хорошие, хотя, конечно, мы потом... Стало понятно, сколько Бёрль был глубже, чем Эрих Морей и Ремарт. Нет, но потом уже много. Потом появился и Вульф. Слушайте, чего только не появилось. Но мы не будем... Ну вот, мы обсуждаем Фолкнером. Фолкнером, да. Это понятно. Я в том смысле, что... Давайте так, я все-таки спрошу, может быть, как-то переиначу. Вот вашему сердцу, вот если в общем... Вот говорите о культуре, о какой-то... О каком-то чувстве прошлого, что ли, не знаю, о какой-то связи времен. Вот вам что ближе? Старая европейская культура? Вот все, что... Париж, Рим, все, что внутри и вокруг этого. И живопись, и литература, там, и так далее, и так далее. Или американская культура, как великая американская культура, без сомнения, которая вот рождена 20-м веком, и американская политика, общественная жизнь, и то, что, в общем, не только для самой Америки, но и для всего мира сделано. Вот вы человек чего или в вас это все уживается? Я, конечно, российский человек. Прежде всего. Конечно, я человек русской культуры. Я обожаю, когда вокруг меня люди говорят по-русски. Мне очень нравится русский язык. Ну, просто вот это приятно. Ну, вы понимаете, это почти физическое удовольствие, когда люди вокруг тебя говорят по-русски. Поэтому, конечно, прежде всего, и дом мой здесь. Дом, мои мозги, все, что мои, так сказать, устремления, моя борьба, все, конечно, здесь. Америка – потрясающий университет. Фантастические студенты. Преподавать там – одно удовольствие. Я бы преподавала здесь, но мне… Я же в вышке преподавала. Да. Но мне же закрыли все мои курсы, потому что они… Ну, сейчас сложно вас представить в вышке. Я читал чистую теорию, я читал институциональную теорию государства. Ой, ну, знаете, Евгений Маркнул. Да. Америка – изумительная. Она очень интересная. Я очень люблю ездить на машине и разговаривать с людьми. Мое потрясение было совершенно во время последних выборов, когда я поехала в северо-восточную Пенсильванию и случайно совершенно набрела на большой православный район. И, в частности, был указатель «Москва…», значит, «Москва borrowed a tablet». Я повернула в 1910 году. Православные в конце XIX века, православные христиане выкупили земли в Пенсильвании и устроили там большую православную колонию. Там шесть я потом нашла православных соборов. И я была совершенно потрясена, насколько голова забита всякими конспирологическими теориями, антисемитизмом, совершенно каким-то звериным представлением о политике и так далее, и так далее, и так далее. Америка… И в этом смысле, понимаете, когда я здесь слышу, когда, значит, люди, стряхивая последние, значит, часы за последние 100 тысяч долларов, говорят об ужасном русском народе, меня это приводит в состояние гроги. потому что страну отличает, значит, народ и в Америке, и в России, и в Великобритании. Ну, Францию я меньше знаю, потому что я не говорю по-французски. Он, понятно, что это очень разный и очень часто очень консервативный. Чем менее образованные люди, тем более они консервативны. Консерватизм американской глубинки в Южной Дакоте, в Вайоминге или в Миннесоте, а я везде там ездила и разговаривала с людьми, невероятно. Это можно, я могу вам отдельно рассказывать про все это. Я очень интересуюсь закрытыми сообществами, такими как Амиши, например. И это просто паразит, ты не можешь поверить, что все это существует в одной из самых передовых стран мира. Весь вопрос в качестве элиты. Вот в России чудовищная элита – это такое же дерьмо. Чудовищная. Она не просто плохая, а она чудовищная, необразованная, абсолютно корыстная, вороватая, без всяких идеалов, совершенно неспособная видеть что-то за пределами второго миллиона. Вы подразумеваете, когда вы говорите об элите, о богатых людях? Нет, почему? В более широком смысле… Для меня элита Михаил Борисович Петровский, Александр Николаевич Сокур. А кого вы называете? Я, прежде всего, конечно, имею в виду политическую элиту, финансовую элиту и так далее. Людей с должностью и с капиталом. Понимаете, люди, о которых вы говорите, они всегда выступают в положении просителя. В этом смысле они, к сожалению, очень часто, тогда, когда от них требовалось бы, чтобы они сказали… Ну вот Сокуров говорит… Ну, при этом они молчат по поводу того кошмара, который продолжается в России уже 20 лет. Молчат. Ну, как молчат? Молчат, ходят с протянутой рукой, берут деньги… Берут, берут деньги, потом выступают, значит, представителями… Российского президента, значит… За Эрмитаж, за Эрмитаж буду биться даже не как за себя, но нельзя. Ну, вы же общались, вы же видели Борис Борисович Петровский. Вы знаете, что такое Эрмитаж? Это главный музей не просто страны, это мировое достояние. А как? Во-первых, Михаил Борисовича я никогда не видел с протянутой рукой, выклянчивающего деньги и так далее. Для этого у Эрмитажа есть отдельная строка в бюджете все-таки. А человеческое достоинство, мне кажется, в нем ему не занимать ни у кого. Так же, как и Сокурову. За каждого не могу. Сокурову хватило яиц, сидя напротив Путина, говорить ему то, что он говорил. Всегда он это делает. А сколько замечательных наших господ интеллигентов… Они в том-то и дело, что они не интеллектуалы, понимаете? Вот интеллектуал, для него свобода мысли, независимость от власти – это абсолютное условие. А как ты иначе можешь думать? Но вы же сказали, вот у вас есть товарищ и друг Алексей Кудрин, который думает иначе, чем вы. Он думает иначе. И Михаил Борисович Петровский думает иначе. Нет, дело не в этом. Но Кудрин элита? Да, конечно. Да, конечно. И вы помните, как Кудрин бился за Европейский университет? Да безусловно, Михаил Борисович Петровский первым начал биться за Европейский университет. Кудрин трижды ходил к Владимиру Путину и получал от него и пытался спасти. А он знал, что он бьется не просто за университет. Он бьется против одного из самых сильных генералов ФСБ. Я понимаю, что... Поэтому... Вот давайте обойдемся без имен. Давайте. Я просто хочу сказать, что уровень российской элиты чудовищный. Что то, что мы оказались сейчас в том кошмаре, в котором мы оказались, за это несет ответственность российская элита. Вот эти люди... А что же с ней случилось? Где корни этой порчи? Корни этой порчи, понятно. Они, конечно, идут из советского прошлого, из того, что в этих людях, в очень многих... Вот еще раз повторяю, невоспитанном представлении об общем благе. Понимаете, вот они выучили слово «интересы». Это они выучили. Они выучили там массу денег в экономике. Это они выучили. Они знают, что это такое. А вот про то, что есть понятие общего блага, что страна — это больше, чем Кремль, что в Российской Федерации дичайшая совершенно смертность, что в Российской Федерации в COVID умерло почти полмиллиона человек, потому что им совершенно плевать, потому что смертность 10% в возрастной группе 65+. И старики умирают в тиши своих квартир. Их никто даже не регистрирует. Мы только видим, что как-то вот в линейке последнего пятилетия, значит, вот превышение по смертям и так далее. Элита — это люди, которые, они именно и отличаются от рыночных, понимаете, от торговцев на рынке. Что они не только себя делают богатыми. То, что Амарти Сен писал. Свобода нужна, чтобы помочь себе и помочь другим. Это очень важная вещь. Ты должен понимать и хотеть. Ты должен понимать, что для того, чтобы ты мог счастливо жить в своей стране, людям вокруг тебя тоже было хорошо. Потому что иначе... И ведь почему они все отсюда бегут? Почему они все свои капиталы вывозят туда и предпочитают жить, я не знаю, в городе Лондоне, где их никто не принимает, и при всех их миллиардах им приходится покупать себе какого-нибудь там принца Кенского, чтобы кто-нибудь к ним пришел на их гала в их дворцы? Вот ровно поэтому. Понимаете? Потому что им казалось, что ну что, мы сейчас уедем туда, перенесем все, и все то же самое. Здесь нас приглашают в Кремль на праздники, и там будут приглашать в Укингемскую, а нихера подобного. Потому что репутация чудовищная. Вообще одна из моих еще претензий к российской линии заключается в том, что сейчас стало быть российским человеком. Если мы когда... Я когда впервые приехал в Соединенные Штаты, меня первый раз выпустили, первый раз меня выпустили за границу, в 90-м году меня не пускали за границу. И мы были, всем хотелось потрогать, мы что, действительно такие же, как все остальные люди, мы советские? И потом мы, которые победили Пуччи, мы, которые все... Отношение к российскому человеку чудовищное. Мне кажется, что вы называете элитой тех, кто элитой никогда не являлся и не может быть ей по определению. Это то, что во всех учебниках по Полрикл Саенс вам скажут, что это называется элита. Туда, как правило, не относятся люди творческих профессий. Это политическая и финансовая элита страны. За 20 лет откуда там что появится? Что значит, откуда с ним что появится? Из этих бандитов там, условно говоря, что-то может вырасти. Почему бандит? А из кого там чего расти? Нет, нет, нет. Вы совершенно не правы. Вы же не пошли. Люди профессии начали себя реализовывать в 90-е в профессиях, в своих. Музейщики наконец-таки занялись музеями. Писатели начали наконец-таки писать книги. Журналисты начали заниматься журналистикой свободной. Что, кто там в политику? Мы можем назвать 10 имен, может быть, приличных людей, которые пошли в политику. А в основном-то, вот из тех, кто сейчас остались в ней, что это за люди? Ну, сейчас уже вычищено все поле. Так об этом и речь. Нет, оно сейчас уже вычищено. Те, кого могли убить, убили в 90-е. Ну, они это позволили. Вы вспомните 2003 год, когда сажают Хударковского. Вы вспомните знаменитый заголовок в коммерсанте. Все встали, чтобы не сесть, когда Путин приехал в колонны зол оба союзов. Правильно. Посмотрите на этих людей. Кто там за этим столом-то был? Дмитрий Сергеевич Зимин? Один. Ну, кстати, надо отдать должное, что сначала Чубайс тоже сделал заявление очень резкое в защиту Хударковского. Потом он, правда, заткнулся, но Дмитрий Борисович Зимин все эти годы не менялся, кстати говоря. Да, один. Значит, один. Ну, один. Ну, а кого еще вы назовете? Вот я поэтому вам и говорю, что это чудовищное качество этой элиты. Чудовищное. Сейчас мы тут... Ладно, все равно. Так, по поводу Америки. Хочу завершить эту... А там элиты очень сильные. В Америке, вы наверняка читали и знаете, жил и трудился, выдающийся, на мой взгляд, православный священник, отец Александр Шмеман. Да, конечно. Портепресс Витер, который организовал одно из крупнейших... Я знала его сына. Блестящий человек. И вот я недавно читал его дневники, и там по поводу... Вот как раз в 68-й год идут молодежные протесты во Франции, и не только во Франции, и так далее. Там есть такая цитата Шмемана. Звучит она примерно так. Когда я смотрю на бунтующую молодежь, в первую очередь, которая вот руководствуется, выходя на улицу, какими-то политическими соображениями, Главное отрицательное качество молодежи – это отсутствие терпения, в том числе политического. Что вы по этому поводу думаете? Ну, честно говоря, я ничего про это не думаю, потому что революции совершают молодые. Потому что нужна пассионарность, нужен горизонт, достаточно большой горизонт для того, чтобы понимать, чтобы иметь время. Совершить изменения, нужно представление о том, что либо твои дети, которых ты родишь, будут жить в этой стране, либо их придется отсюда увозить. Поэтому, конечно, ну… Знаете, это есть уже избитая эта формулировка о том, чтобы там… В том молодости не было. Но, к сожалению, да, это… А вчера, вот вчера на улицах Москвы, это же были все молодые люди. Понимаете? И это было потрясающе совершенно. Потому что именно они должны будут строить новую Россию. Что будет после смерти Евгения Марковна? Жизнь только другая. Если бы мы знали бы… Я вам скажу, Коля, так. Вот я хорошо помню, когда папа умер, и для меня это было чудовищное совершенно время. И я ехал на своем Запорожце по Минской улице. И знаете, когда ты сдерживаешь все время слезы, у тебя очень болит голова. И вот я еду, естественно, думаю про папу, и вдруг яркое-яркое солнце. И я в этот момент отчетливо для себя поняла, что я папу увижу. И вот я с этим… Значит, папа умер в 1980 году. Вот с этим я живу всю свою жизнь, что рано, что придет момент, и я увижу папу. Вот так я себе представляю после жизни. Поехалися в году, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok